Ну, визуально что-то ты видишь, что-то менялось или одинаково менялось? Ну, когда звук становился все тише, то они тряслись. Тряслись? Может сужались? Ну да. Чем звук громче, тем большее расстояние между губами было. Сейчас сделай, пожалуйста, так. Возьми свой палец указательный на правой руке и подведи к губам. Прямо обними губами палец. Только старайся, чтобы не зубами, а именно чисто губы были с пальцем. Вот так. Сделано? И дальше просто сжимай губами палец и разжимай, сжимай и разжимай. Вот, просто вот эти мышцы, которые внутрь идут, да? Угу. 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 Еще параллельно мы будем делать маленькое, вот так усенькое движение челюстью. Параллельно с этими губами. То есть, когда у меня крещендо, челюсть идет вниз. Когда девина-энда, ну, соответственно, губы открываются, да? Угу. Вот, когда девина-энда, челюсть чуть-чуть обратно и губы активны, да? Смотри, у меня есть вот такой вот тренажер, который показывает направление, изменение направления своего воздуха. То есть, мы видим реально, куда воздух у нас попадает. Смотри. Я делаю практически так же, но чуть меньше амплитуду делаю. То есть, я просто чуть-чуть изменяю направление строй воздуха. Но не настолько сильно именно, в данном случае, именно на этой ноте, именно в этой октаве. Да, потому что у меня все-таки не изменение октавы, а изменение, ну, сейчас дубина-энда. Но принцип такой, просто чуть меньше.